Как поддерживать на плаву совсем не новое общежитие вузов и строить современные, при этом не собирать деньги со студентов, эффективно расходовать каждую копеечку? Эти вопросы сегодня обсуждали на Совете ректоров Чувашском государственном педагогическом университете, на котором присутствовала и заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Алена Аршинова. Подробности у Татьяны Трофимовой. Конечно, мы понимаем, что необходимо выделять средства на строительство общежитий, потому что капитальный ремонт вопроса не решает. В сентябре 2013 года вступил в силу новый закон об образовании. Одно из его положений касается отмены ограничения по оплате за проживание в студенческих общежитиях. Раньше учащиеся вузов за койко-место в общежитии платили 5% от размера стипендии. Но с сентября прошлого года государство перестало компенсировать вузам жилищно-коммунальные расходы. Таким образом, вузам предоставили право самостоятельно решать, сколько платить студентам за общежитие. И цены многих студентов, конечно же, не устроили. Начались массовые жалобы. Студенты жаловались и жаловались на то, что сама оплата, может быть, была нормальная по объему, вносимая 50-60 рублей. Но было дополнительное соглашение, оказываемые услуги были еще на 2150 рублей. В некоторых университетах оказываемые услуги по дополнительным соглашениям доходили до 7 тысяч рублей, 10 тысяч рублей. В ЧГУ, например, социально защитили своих студентов и повышать плату за общежитие не стали. Учащиеся вузы также, как и раньше, платят 5% от стипендии. Это 90 рублей в месяц для бюджетников. В ЧГПУ стоимость общежития в два раза больше, но пока цены приемлемы для студентов, доложил ректор вуза. В педагогическом университете у нас три общежития и проживает там порядка полутора тысяч студентов. Фактически очереди на общежитие у нас нет. Стоимость 260 рублей со студентами. Вот мы в прошлом году, в 2013 году прикинули, где-то на содержание полностью общежития нам нужно порядка 15 миллионов рублей в год. Если все вот это возложить на плечи студента, это примерно получится где-то по тысяче рублей в месяц. В прошлом году содержание общежитий в ЧГПУ субсидировали из федерального бюджета. Что будет в этом году, руководство пока не знает. Субсидии еще не поступило. От ее размера зависит дальнейшая стоимость общежитий для учащихся вуза. На строительство общежитий для студентов будут выделяться деньги и из федерального бюджета. Но сколько выделят, будет зависеть от многих показателей. Один из них – эффективность вуза. Хотелось бы, чтобы у всех университетов были равные возможности для развития, подчеркнул депутат Госдумы. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.